Роберт Шертон решил еще раз прослушать присланную ему брошюрку, прежде чем решиться. В свои 55 он старался не делать опрометчивых поступков. Побудительной причиной возможного путешествия была следующая. К этому моменту времени Роберт оставил надежду встретить подругу жизни. Кроме многочисленных случайных связей, у него в жизни встречались и значимые женщины, отношения с которыми длились по нескольку лет. Однако то или иное обстоятельство отвращало его от желания бросить якорь. Не было ни всепоглощающей любви, ни даже собственнического чувства, требующего от него не делиться этой женщиной с другими. Да и возня с маленькими детьми в те годы пугала. Роберт боялся, что нарушится его расписание. Серия упражнений по утрам, еда в точное время, большая часть дня посвященная только работе, а вторая только развлечениям. Вот если бы от этих досадных мелочей жизни отгородиться толстым одеялом больших денег, иметь постоянную домработницу и няню, и находиться где-то в соседних комнатах, отделенных от его кабинета звуконепроницаемой стеной. А потом, когда дети подрастут, нанять им высококвалифицированных гувернеров. Но годы шли, а миллионером он стал только сейчас. Одна из криптовалют в его инвестиционном портфолио взлетела вверх, и он успел вовремя ее продать. А позже купил золото, которое тоже после этого вздорожало. «Случайность? Но госпожа удача любит подготовленный мозг», – усмехался Роберт. «В принципе, найти женщину можно было и сейчас. Благо, прекрасный дом и дорогая машина обращали на себя внимание многих привлекательных женщин. Но, во-первых, Роберт не хотел ждать до 75, пока его сыну будет 20. А во-вторых, все те женщины, которые сейчас выстраивались в очередь, давая ему кредит на их благосклонность, после женитьбы предъявили бы ему счета на эту благосклонность с процентами». Роберт отогнал праздные мысли и углубился в прослушку брошюры из бюро путешествий. В середине 21 века путешествия во времени стали реальностью. Технически это стало осуществимо после математических разработок академика Горбышова, которые опирались на доказательства гипотезы Пуанкаре. Основываясь на выводах этих разработок и с помощью нового поколения квантовых компьютеров и применения ей совместными усилиями двух инженерных групп, одна во главе с Арсением Кравцовым, а другая с Уильямом Моррисоном, был изобретен перемещатель частиц во времени. Осознавая значение такого изобретения, Всемирная организация полномочных стран, ВОПС, сразу его засекретила, и тестирование аппарата производила небольшая группа избранных ученых различных специализаций, от квантовых физиков до историков. Только после 10 лет испытаний, совершенных в наиболее безлюдных точках земного шара, удалось перемещать не только частицы, но и неодушевленные предметы. Чтобы перейти к тестированию перемещений живой материи, растений, животных и человека, ученым пришлось разработать специальную защитную капсулу, гарантирующую невозможность прямого контакта объекта со средой, перемещенного из будущего в прошлое. Необходимость этого шага диктовалась неисследованным эффектом бабочки, влияющим на существующее будущее. Обо всем этом Роберт слышал и раньше. Голова покачивалась в такт повествования, и только когда дело дошло до статистического моделирования, он поменял голос гида и стал вслушиваться. Влияние статистических моделей ненамеренного эффекта бабочки на развитие общества в целом оказалось невелико. Понятно, подумал Роберт. Если вместо Джона Смита родился бы незапланированный Джеймс Палсон, то кого это трогает? Что же касается пресечения жизнезначительных личностей, влияющих на ход истории, то ввиду их ограниченности, возможность влияния случайного эффекта бабочки была практически равна нулю. Однако, предоставить возможность путешествий во времени широкой публики было слишком рискованно, так как это привело бы к намеренным спекуляциям валютой, криптой, ценными бумагами и случайными накопителями вроде азартных игр, спортивных состязаний и лотерей. Все это могло внести невообразимых хаос в существующее будущее. Поэтому только недавно гражданскому населению планеты были разрешены частные посещения прошлого, но только с очень узкой повесткой дня. Потенциальному попаданцел надлежало заполнить множество официальных документов, где его намерения в прошлом должны быть ясно декларированы и входить в рамки допустимых преобразований в прошлом. После этого специальные алгоритмы высчитывали набор необходимых действий в прошлом, производящие наименьший радиальный эффект на существующее будущее. Роберт оторвался от прослушки, походил по комнате, перемалывая прочитанное в голове, встал и налил себе кружку кофе из диспенсера. Он думал, его желание было вполне легитимным. Роберт хотел сына или на худой конец дочь. Было бы кому передать дело жизни и вскопленные немалые средства. И на следующее утро Роберт приехал в центр путешествий во времени. Сначала ему пришлось обследоваться на присутствии в теле вирусов, которых еще не существовало 30 лет назад. Вслед за этим он зашел в помещение для собеседования. Дежурный офицер Скали представила женщину с полупоклоном, смотря в его документацию в компьютере и указав рукой на кресло. Роберт кивнул и сел. «Детей, значит, хотите?» Одобрительно покачала головой дежурная, на секунду оторвав глаза от документации. «Ну-ну, дело хорошее. А почему не завели?» «Так получилось», – Роберт встретился с ней глазами. Она опять кивнула. «Вот что я вам скажу. Вашу просьбу удовлетворили. Вам будет разрешено перемещение на…» Она опять взглянула на документацию на 30 лет назад. «А как я буду знать, что мне делать?» «Там, в прошлом». «Не беспокойтесь. Мы все сделаем за вас. То есть, наша программа будет вас направлять. То есть, как это направлять?» «В нужное время у вас появятся нужные мысли. И не беспокойтесь. Наш алгоритм вычислил, что радиус изменений эффекта бабочки для окружающих будет минимальным». Роберт стоял у ванной у Кенди и, наклонившись к зеркалу, брился. На запотевшем после душа стекле рукавом халата он протер круг, в котором тщательно изучал свои щеки и подвородок. Кожа у Кенди была чувствительной. Она не любила щетины. «Эй, там, на палубе!» крикнула Кенди, смеясь из спальни. «Что ты там делаешь? Не заставляй меня ждать!» «Стараюсь быть красивым для моей пчелки!» Роберт вылил на ладони немного одеколона и обтер жидкостью щеки и шеи. «Твоя пчелка готовится слезать твою пыльцу. Но она теряет терпение. Еще немного, и она тебя как следует ужалит». «Иду, иду!» – Роберт хихикнул от смешной мысли. Он вынул из пачки презерватив, проткнул его кончик ножницами, положил в карман халата и вошел в спальню. Роберт вышел с транспортировочной станции. Скорректированные события пронеслись в его голове, как наслоенные друг на друга квитанции. Он вспомнил, как в результате его тупой шутки Кенди забеременела и ему пришлось на ней жениться. Как родилась дочка Хэна и как после томительно скандальных трех лет брака они развелись. То ли не сошлись с характерами, то ли ему на роду был написан несчастливый брак. С отвращением Роберт вспоминал суд, раздел имущества и судебный приказ о запрете встреч с Хэной. По решению суда ему оставили только обязанности оплачивать расходы по содержанию ребенка и алименты. Из-за этих платежей многие его инвестиционные идеи не проходили. Так, на рубеже 55 годов Роберт при всей неприхотливости его желаний не стал состоятельным человеком. Даже удачные инвестиции не имели ощутимого результата, потому что вклады были недостаточно большими, чтобы создать значимую разницу в капитале. Все время, пока Хэна росла, Роберт видел ее лишь изредка, наблюдая на расстоянии, пока она была в детском саду, а потом в школе. И только когда ей исполнилось 18, она сама позвонила ему и захотела увидеться. Договорились встретиться в кондитерской. Роберт пришел заранее, заказал себе кофе и ждал. Он поминутно смотрел на часы и был сильно взволнован, отчего его лицо выглядело несколько напряженным и напыщенным. Хэна пришла через 5 минут. Теперь, когда она была взрослая, у нее проступало сходство не только с Кенди, но и с матерью Роберта. На ней была футболка и синие джинсы. На плече висела маленькая сумочка, а на оголенных до плеч руках с обеих сторон синели татуировки. Роберт встал, чтобы ее обнять. Она ответила на его приветствие холодновато, едва коснувшись. Оба сели. «Ты чего-нибудь хочешь?» он оказал взглядом на витрину с пирожными. «Так вот ты какой, папик!» Тон Хэна был ироничным. «Хочешь мне кофе с пирожными заказать?» «Это подачки для маленьких девочек, а мне, к твоему сведению, уже 18». «Зачем ты так? Я же не по своей вине». Он хотел продолжить, но Хэна его перебила. «Знаю, знаю, все эти годы ты хотела обо мне заботиться», Хэна закатила глаза. «Но обстоятельства оказались сильнее, и ты сделал, что мог. Так или иначе, я выросла. Такого, знаешь ли, свойства у времени». «Я так ждал этой встречи, но мне кажется, ты совсем не рада меня видеть». Хэна остановила на отце резкий, полный укоризный взгляд. «Ты прав, папик. Я жила все это время без тебя и прожила бы ей дольше. Но мне нужны деньги. На машину». Хэна показала жестом, как будто она крутит рулем. Роберт отхлебнул холодного кофе и, будто не веря сказанному, отрицательно покачал головой. Такому наследнику вряд ли можно завещать состояние, даже если бы оно было. «Денег я тебе не дам, дочка. А вот машину, если для дела, сам куплю». А он уже пришел в себя. Тон голоса стал деловым и рисковатым. Почувствовав это, Хэна встала. «Я в калыч поступила. Мне нужно на чем-нибудь туда ездить». Роберт кирнул. Не спеша нашел приложение в своем телефоне, показывая пальцем Хэне во времени с вопросами и просмотрел лист своих встреч. «Мы можем съездить к дилеру в среду. Пять часов. Подойдет?» «Спасибо, папик». Она улыбнулась намеренно искусственно и натуженно, одним ртом и сделала знак рукой, чтобы отец ей позвонил. Затем повернулась спиной и, не говоря ни слова, покачивая бедрами, направилась к выходу. От этого представления Роберта покоробило, и она напомнила ему Кэнди. «Зачем я тогда проткнул презерватив?» выскочило в сознании, как будто моим решением руководила чья-то чужая воля. Отогнав эту мысль мотком головы, он вернулся к настоящему. «Придется раскошелиться. Но сперва нужно проверить, действительно ли она поступила в колледж. Я не буду тратиться, если она просто хочет шляться по клубам». Вслед за этом в голову пришла странная мысль, удивившая его своей метафоричностью. Удача, отпущенная ему жизнью, не могла принести плоды, размазанные тонким слоем, как масло на хлебе, только собранное в одну большую каплю. Она весом своим могла разорвать мембрану скрытых жизненных возможностей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ